Встреча Путина и Обама 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 которую на себя взвалили неподъемную вот эти исламистские организации. Я думаю, что роль религии должна быть другого. Роль религии в нынешних условиях, она должна быть в таком позитиве, в морально-этическом. Не пытаться заниматься политикой, не пытаться заниматься экономикой и не отталкивать другие силы, монополизируя. То, что произошло как раз в Египте, что не понравилось очень значительной части населения. Я думаю, что то, что произошло в Египте, это большой такой прецедент, очень важный. И он заключается в том, что богу-богу, кесарю-кесарю. И надо в настоящее время этим странам искать выход социально-экономических тупиков. В этом плане мне гораздо симпатичнее нынешних многих лидеров, скажем, такой человек, как Насар был, который для своего времени нашел очень интересные решения социальных и экономических проблем, продвинул далеко вперед экономику страны, соорудил те предприятия, на которых и до сих пор базируется промышленность, энергетика Египта. Вот этим надо заниматься. А этого как раз я что-то не очень вижу. Но что толк от всех этих сотрясений воздуха и рассказов про, у кого сколько мест в парламенте, если парламент не работает, если депутаты не знают, что делать. Ну какой толк? Надо, я считаю, заниматься социально-экономическими делами, искать какие-то выходы, обращаться к экономистам, а не обращаться к политикам в поисках каких-то ложенков. А именно это, к сожалению, в последние годы у нас и занимает голову очень-очень многих на ближнем стойке, отвлекает от реальных проблем. Так если не Катар и не Саудовская Аравия лидеры в регионе, кто правит балом? Ну, вы знаете, я думаю, что есть традиционный набор государств, которые были и остаются ведущими. В разное время они могут реально эту роль выполнять или не выполнять. Ну, скажем, сейчас Египет в плохой форме. Он начал эту форму плохую входить лет 10 назад. Каждый раз, когда я приезжал в Египет, я видел, что все хуже и хуже экономическое положение. Но рано или поздно Египет преодолеет это. Я думаю, что все равно особую роль в регионе будут играть такие государства, как Египет, такое государство, как Саудовская Аравия. Ну, и в дальнейшем, после того, как кризисные явления пройдут, это будет Сирия, Ирак. И наверняка, конечно, роль Ирана, она будет оставаться очень-очень веской и большой. Но сейчас весь анализ отягощен тем, что вступили в полосу тяжелых кризисных явлений, отягощенных еще и всякого рода кровопролитными инцидентами и навязыванием извне ложных рецептов и силовых решений.